Просвязывайся. Я править не закончил. Как не закончил? Может, не так, как иначе. Правитель. Приводите. На самом деле я задавал достаточно глупый вопрос. А, не задавал. Я думал, ответ, ну или хотя бы. А можно же повторить вопрос? Может, у него вопрос, вопрос, я помню. Повтори вопрос. Чем схожа халибровка в обычном понимании, например, спектры халибровки в поле? Или чем он разлучается? Ну или чем он разлучается. Но был вопрос, чем схожа. Я пока сказал дилекции, что ли? Да. Или не было уже дилекции? Ни кий. Коридор, коридор. Коридор у нас как-то. Ага. Коридор еще. Лох. Давай. Нужно опять. Ну, по-моему, ответ довольно триллиален, в том смысле, что и то, и то, это просто выбор системы карты. Ну, вот так. Все? Асимметричная точка, точка, то есть тетрадет. Средний раз зону иметь. Да. Академат системных координат. Эта графика уже в общем-то не верится. Плавно. Таким. Давайте немножко попытаемся выяснить, кто еще понял, и потом продолжим двигаться дальше. Собственно, по геометрической интерпретации процессов какие-нибудь вопросы есть? Я имею в виду и право связанности. То есть все понятно? Так, более-менее. Хорошо, почему тут вообще глобальный вопрос во всем мире? Практикой, когда начнем заниматься? Ну, я надеюсь, что мы сегодня какими-то компьютерами уже посчитаем. Но это не совсем правда, потому что очень великими те вычисления, которые нас интересуют в конечном счете. А так, наверное, в следующий раз. Ну, то есть я планирую вообще в следующий раз упуститься уже в картрепок. Окей. Если все понятно, то, значит, должно быть куча моментового внимания следующих вещей. Первое, это операторная Гейзенберговская формулировка со стороны Гибраинчевского. Ну, операторная, но при каком-то скитаре. Да. Начал снять? Пока не верю, что это космонки полосу, но, надеюсь, всем понятно. Второе, что по идее должно быть более-менее подробно, это соотношение симметрии и представлений алгебры операторной. Ну, и, в принципе, третий вопрос, который мы уже успели затронуть, это, на самом деле, еще два. Третий, это, что такое вообще? Плантовая цель для опера. И четвертый, это некий геометрический сет. Это просто напомнить, что вообще было, чтобы, может быть, кто-нибудь вспомнил, что было непонятно. Окей, сегодня мы пытаемся обсудить несколько более конкретных вопросов. Как, начиная от неких общих соображений, получиться какими-нибудь величинами. Сейчас я рассказывал, по-моему, про плантовальную скаля компанию. То есть, мы начинаем с программ типа либо таких, либо таких. То есть, в одном случае мы считаем поле комплексно значимым, а другому действительно значимым. И, соответственно, в таком поле у нас получается очень примитивный спектр, который состоит просто из геометрических возбуждений. При этом оператор числа частиц в таком поле является просто суммой элементарных возбуждений. Такое поле немножко сложнее, в нем существуют частицы и античастицы. И, соответственно, полевой оператор интеграмм числа частиц – это сумма положительных частиц и отрицательных частиц. Ну, то есть, если мы проквантуем такого поля, то мы увидим, что у нас есть два оператора в объеме. Б, например, С. Соответственно, В рождая частицы, С рождая данные частицы. Вот. Вот эти два основных ингредиента, наверное, с топорами мы сегодня успеем столкнуться. Естественно, мы можем обсуждать некоторые более сложные поля, типа спинорных или векторных. Ну, про векторные поля я немножко успел рассказать, как раз на предыдущей лекции, когда рассказывал про связанность. Я, правда, ничего не успел рассказать про аквантование. Спинорные поля я тоже немножко затронул, но я не думаю, что мы успеем сегодня как-то глубоко уследить то, что происходит со спинорными полями. Такие теории достаточно хороши тем, что они разрешаются точно. То есть, у нас просто поле разваливается в сумме германических осцилляторов. К сожалению, они ничем не хороши, потому что они не интересны. То есть, у нас состояние таких полей просто стоят на месте и ничего не делают. Они никаким образом не эволюционируют, но просто получают дополнительную фазу в процессе эволюции. Поэтому, чтобы такие теории имели какое-то отношение к реальному миру, нам нужно ввести в них какое-то взаимодействие. Скажем, если мы рассматриваем теорию, состоящую, описывая, как видимый, другим жанром и плюс этим, мы опять же получим набор из двух невзаимодействующих полей. Но если мы добавим какой-нибудь член, который учит его величину, то есть, какой-то член объединений в полной порядке, например, мы можем написать что-нибудь, попробуем. Продолжение следует... Мы получим взаимодействующую теорию, которая уже на гармонические осцилляторы не распадывается. А вот что-то там не фи квадрат, просто как-то, то есть, си, ты... Ну, соответственно, это что-то... Ну, здесь, си со звездой в си, а фи и... Фи квадрат может быть? Да. Вот это у вас? Да. Нет, это нормально. Ну, вот конкретно этот жанр, то, что называется халявной теорией Люкавы, это теория некоторым примитивным образом похожа на теорию усиленного взаимодействия, но не очень сильно, на уровень уклонов. При этом, вот эти фи некоторым образом эмулируют мизоны, а пси эмулируют, собственно, нуклоны и антинуклоны, протоны и нейтроны. То есть, вот в такой простой модели, если бы у нас во Вселенной существовали скалярные протоны, мы бы увидели нуклон. Нечто похожее на сильное взаимодействие, но, естественно, только похожее, потому что реально ничего общего с сильным взаимодействием оно бы не имело. Поэтому, из-за того, что по историческим причинам мы просто будем называть, соответственно, фильм визуалным полем, а пси эмулируют. Такая теория значительно сложнее, чем свободная теория, и, вообще говоря, точного решения получить нельзя. В принципе, в квантовой механике, на самом деле, хорошо точно решаются только две задачи. Задача гармоничного мастератора и задача о движении в центральном симметричном поле. А потом мы начинаем получать прогрессивные сложности, и, когда мы доходим до полевых теорий, у нас возникает проблема даже с отстанкой вахтурной средней. То есть, например, вот такую величину... Даже с отстанкой собственного состояния, скажем так, величину такого типа, можно посчитать уже точно не скажем. Однако, мы все-таки хотим что-то делать, и сегодня я бы хотел построить некую теорию того, как, хотя бы, приблизительно, такие величины можно считать. Мы можем пойти по другим путям. Первый путь — это применить теорию возмущения. Это значит, что мы должны посчитать какие-то члены в лакранжиане малыми и обработать их отдельным образом. То есть, что мы можем сделать? Мы можем посчитать... У нас есть точное и включённое решение. У нас есть гармонические осцилляторы одного скалярного поля и гармонические осцилляторы другого скалярного поля. При этом, если вот эта штука в некотором роде мала, в каком роде мала я бы тоже сейчас хотел обсуждать, мы можем считать её слабым возмущением и дальше применить теорию возмущения, разложить в какой-нибудь ряд и посчитать конечное число членов этого ряда и, возможно, получить какой-то адекватный результат. Иногда теория возмущения не работает. Точнее, она не работает практически во всех интересных случаях. И сейчас до сих пор нет, да и вообще, наверное, никогда не будет хорошего понимания о том, как всё такие случаи аккуратно обработать. Из интересных случаев, которые вспоминаются, сильного взаимодействия. То есть, когда из-за сильности взаимодействия мы не можем подложить в ряд, но при этом именно сильное взаимодействие это рождает великие интересные эффекты. Первое, что можно назвать, это дробный эффект холла. То есть, это классический пример того, что происходит. То есть, если мы пытаемся рассмотреть какую-нибудь модель возмущения, то мы увидим, что она расходится. Из-за того, что у нас константы связи для электронного газа двухмерного слишком большие. Однако, если мы аккуратно эту модель разрешим, она, в принципе, двухмерная, она не такая сложная, можно чисто посчитать. То мы можем заметить, что у нас электроны объединяются в некие квазичастицы с дробным зарядом и дробным спином. Но, отчасти, это как раз, я уже рассказывал, что это частично связано с тем, что представление групп вращения в двухмерном пространстве очень сильно отличается от представления групп вращения в трехмерном пространстве. Вторым интересным эффектом, который работает из-за именно сильного взаимодействия в нейтропативном движении, можно, наверное, назвать конфайментом. Собственно, задача доказательства того, что конфаймент действительно имеет место быть в некотором смысле, в чисто математическом, строгом смысле, является одной задачей тысячелетия. То есть, тут и клайм из-за нее дают миллион баксов. Если кто-то не докажет, то это способ заработать немножко денег. Собственно, конфаймент сам в себе – это то явление, из-за которого мы не видим сильных зарядов в природе. Все квакты всегда разбиваются кучки, и мы видим только дипольные моменты, ну, дипольные моменты цветовых зарядов. А сами цветовые заряды мы никогда не видим. Ну, третий пример хороший, но он уже довольно сильно отстранен от реальности. Это так называемое DSCFT-соответство. Это такое явление, когда некая игрушечная модель в четырехмерном пространстве времени вдруг получает, опять же, из-за сильного взаимодействия, очень странное коллективное возбуждение, которое делают выглядящие как квантовое поле, существующее в десятимерном пространстве, и при этом передающие гравитацию. Ну, это такая очень отвлеченная от реальности модель и игрушечная. Зато, то есть, это единственная модель такого рода, которую мы сейчас только как-то понимаем. То есть, в принципе, понимания, почему ADCFT-соответствия вообще имеет место быть, нет, но какие-то соображения на эту тему есть. Ну, собственно, бедность эффектов, которые поняты, сразу намекают на то, что очень тяжело с теориями вне режима теории возмущения работать. Поэтому мы ограничиваемся теорией возмущения. Для того, чтобы понять, что вообще такое малое возмущение, рассмотрим какие-то другие модельные бренджа. Тоже без колебанного паря. То есть, в принципе, этого бренджана, которого неименимый член может быть любой гламорфной функцией. Тоже без колебанного паря. Ну, то есть, примерно, не для АСН. Например, минус, симус, фи или что-нибудь еще более хитрое. Для того, чтобы работать с теорией возмущения, нам нужно понять, что такое малое альфаэридо. Для этого неплохо обычно начинается с размерного анализа. Как мы это делаем? Давайте работать в такой системе единиц, где единственный масштаб, который нас интересует, это энергетический. То есть, мы считаем, что у нас, то есть, мы фиксируем временную единицу таким образом, и мы фиксируем единицу в постоянную планку таким образом. Чему будет равна развертность действия против единиц? Ну, ага, энергию по ДТ. Ну, сейчас. Ну, энергию, наверное, на время у нас получилась. У нас в этой системе единиц есть только одна единица. Это масса, масштаб, энергия. То есть, это все одно и то же. Ну, точнее так. То есть, у нас длина и масса, это обратные единицы. То есть, в данном случае, нам надо по-прежнему быть. Ну, действия, вообще говоря, разбираются в постоянных планках. Соответственно, размерность действия — это единица. Давайте даже не так писать, давайте писать так. Поскольку у нас всего одна единица в нашей системе, мы можем здесь писать просто порядок показателей. Ну, то есть, если мы имеем L в степени 0, ну, точнее, M в степени 0, то мы пишем 0. Если мы имеем 0 в степени 1, то есть энергию, мы пишем единицу и так далее. Окей. Действие — это 0. Чему равна размерность плотности Угранжана? Угранжана умножаем на единицу, которая имеет размерность минус 4. Соответственно, чтобы у нас получились у ноги, мы должны иметь размерность 4. Четыре — это что? Четыре энергии или двенадцать четыре? Масса в четвертой степени. Масса в четвертой степени. Это было как и мне сказали, что мы оставляем только массовый единицу. То есть, это, ну, по горе, она, пьячь, но в пестертие. Фильм. Фильм, как то. Вон, так, это тла. А я, я, да. А, да, да. А, да, да, да. Ну, а здесь у нас два, это должно быть, здесь два. Здесь у нас единичка производная, здесь единичка производная, соответственно, здесь тоже должно быть два. Вот, теперь у нас остается α1. Ну, соответственно, α3 должно иметь размерность 1, правильно? Массово. 4 минус 3. Умножается на α1, ну, α3. α4 у нас имеет размерность 2, α5 у нас имеет размерность 3 минус 1 и так далее. Можно закрываем окно? Да, можно. Теперь давайте попробуем как-нибудь определиться с понятием малости. Ну, вот в случае α4 у нас никакой проблемы с понятием малости нет. Это просто скаляр, который ни от чего не зависит. То есть нам просто надо написать, что α4 много меньше не делится. И сказать, что он в этом случае мало. К сожалению, α3 зависит от энергии. И мы, то есть нам нужна какая-то энергетическая единица, чтобы задать масштаб малости. А у нас масса единичная все время считается. Почему? Масса не единичная. Масса – это константа, имеющая размерность массы. Хорошо. А почему тогда нам меньше единицы? Негакого бы характера? Потому что α4 имеет размерность 0. Это скаляр. Ну, что? Ну, вот проблема. Вот единица в данном случае – это масса и просто скаляр. А4 имеет размерность 0. Соответственно, это просто число. Он число сравниваем с другим числом. А это же за равную единицу. Почему она не делится? Это является единица. Потому что если ты начнешь вводить в степень число больше единицы в 1, то у тебя последовательность будет расходиться. Если ты начнешь вводить в равную степень число меньше единицы, то у тебя последовательность будет сходиться. Поскольку мы хотим раскладывать в ряд альфа в конечном итоге, то нам это важно. То есть, если ты написал, что неразмерность – это именно число? Это число. Ну, да. А в опротах было воспринимать, что ты сравниваешь именно число с альфой, а не с размерностью? Я, когда пишу размерность, я пишу квадратные скобки. Когда размерность не пишу, я говорю про самая причина, я пишу без квадратных скобок. По-моему, довольно прозрачно аннотаться, но я не верю. То есть, если кого-то она напрягает, давайте ее сменим, но вообще это стандартно. У альфа-3 есть проблема. Она размерна. Мы не можем написать просто какое-то число. Нам эту альфа-3 нужно формировать на некий энергетический масштаб. Лямбда – это величина, на которой зависит от энергии. И подтверждать, что она напрягающая единица. Вопрос в том, что такое лямбда. Энергия. Лямбда связана с некаким-то таким хитрым устройством, которое называется реном группой. Но реном группу нам сейчас рано обсуждать, поэтому мы немножко помахаем руками и скажем, что лямбда – это просто некий экспериментальный аналитический масштаб. То есть, если мы проводим эксперименты в масштабе, скажем, 1 ТВВ, то лямбда – это причина порядка ТВВ. Соответственно, альфа-3 мы тогда сравним тоже с ТВВ. Да, если мы проводим эксперимент в рейме, у нас там энергия от килоэлектронов, то медиаэлектронов. В сильном нереативистском случае у нас энергетический масштаб вообще задается массой. Потому что масса, ну, если масса больше, чем все характерные импульсы, которые мы даже экспериментом, то именно масса задает энергетический масштаб, тогда лямбда – это причина порядка масса. Полгода. Ну, у нас здесь некая абстрактная программная опора, но… да. Мы потом увидим сейчас, когда будем обсуждать такой объект как формулу Дайсона, мы увидим, что вот этот вот возмущенный Угренжан будет раскладываться в своем… Ну, то есть нам нужно будет вот эту штуку возводить в степени, как операторы. То есть нам нужно будет находить степени от этих операторов. Но когда мы находим степень от этих операторов, то у нас вот эти альфа тоже возводятся в эти степени. Если у нас альфа меньше единицы, то у нас есть какая-то надежда, что ряд по альфа будет заходиться. На самом деле он, опять же, не обязан заходиться, потому что у нас альфа умножается на что-то. И если альфа меньше единицы, а что-то больше единицы, то все равно этот ряд будет расходиться. Но если эта альфа много меньше единицы, то, скорее всего, он будет заходиться. Поэтому вот именно по этой причине вот этот размерный анализ, он на самом деле не дает точных результатов. Нужны точные квантовые механические оценки, чтобы что-то сказать. Но это хорошая равна точка. Остальное альфа большего порядка мы умножаем на лямбды, чтобы сравним с единицами. И мы видим, что они чуть-чуть милилеванны по этой причине. По крайней мере, в пределе малых энергий. Пока у нас вот эти поля не становятся слишком большими, чтобы эти большие гаммы в стадии, как правило, вот эти штуки, они несущественны. Соответственно, вот такие вот константы взаимодействия, константы связи называются маргинальными. Они не зависят от энергетического масштаба. И как раз в теории энергии, когда мы меняем энергетический масштаб, чтобы смотреть, как у нас меняется теория, маргинальные связи не меняются вообще. Вот эти штуки называются релевантными. Ну, понятно почему, потому что они важны в энергетическом пределе. Вот эти штуки называются нерелевантными. То, что они нерелевантны, не значит, что они вообще никогда не проявляются, но это значит, что они не проявляются в энергетическом пределе. Если мы построим очень большой ускоритель, то у нас нерелевантная константа начнет играть роль. Именно потому, что мы в высокого энергетическом пределе можем проигнорировать все нерелевантные константы связи. Такие теории, типа стандартной молотой, очень простые. Потому что даже если в высокого энергетическом пределе есть какая-то сложная физика, например, теория Стронг-Ка или Демзоря, то если на энергетическом пределе все эффекты ее описываются нерелевантными константами взаимодействия, то есть разложение в ряд, пертурбативное, по крайней мере, в рамках теории возмущения. И мы остаемся только с маргинальными нерелевантными константами связи, которых ограниченное количество. Мы просто не можем записать разнообразных, слишком много разнообразных членов, которые имеют такие разнообразные стандарты. Окей. Ну, тоже относится и к теории конденсированного состояния. То есть в низкоэнергетических пределах вся теория очень простая. Например, та же самая сверхпроводимость. Но, опять же, пока мы не входим в непрертурбативный режим, то есть квантовый эффект Холла – это сложная теория из-за того, что у нас там возникают взаимодействия, которые теории возмущения не описываются. Значит, общая линейка, которую мы будем пытаться применять при решении, заключается в следующем. Я надеюсь, все помнят, что такое Шерденгеровская картина или Газенберговская картина. В одном случае мы эволюционируем, то есть в одном случае мы задаем поток матрицы-плотности, а в другом случае мы задаем поток операторов алгебры. А теперь мы можем на первый взгляд сильно усложнить себе задачу, разбив всю эту эволюцию на две части. Мы одну часть запихнем в матрицу плотности, но ее составим, а другую часть запихнем в оператора. То есть, казалось, у нас появляются уже две сущности, за которыми нужно следить, но по некоторым причинам сейчас это будет делать очень просто. Допустим, у нас есть некий полевой выгодниан, который описывается таким образом. Где наш 0 – это глиниан свободного поля, а V – это некое маловое возмущение. То есть, в нашем случае, в случае того гранжава, на который есть R, давайте лучше запишем. Давайте, наверное, прямо 1.4 взяли в следующий раз смотреть. Вот это то, что называется гранжава учителя, гранжава учителя. То, что называется хип-четвертой теоретикой, но по очередной причине есть, чем хип-четвертой. Соответственно, гранжава учителя мы можем записать как гранжава учителя плюс возмущение. Возмущение – это фактически, в данном случае, это хип-четвертая по пространству. Мы ломаем верностную вариантность времени, фиксируем некую систему расчета и пищем е. Теперь мы делаем следующее. Мы берем революцию, связанную с H0, засовываем в операторе, а революцию, связанную с V, засовываем в состояние. То есть, мы говорим, что у нас V-inter – это участие мегатерианного возмущения, операторного возмущения, представление взаимодействия. Это H0d на V, а есть минус H0d. Мы просто в газенберговском представлении записываем. Теперь у нас поле стало, вот в этом представлении взаимодействия, совсем свободным. Мы можем рассматривать очень просто сравнение видом, какое-то состояние. Ну, какое-то состояние. Понятно, что произошло. Надо показать, что явно можно переписать кимогатерианом. Представление взаимодействия. Представление взаимодействия взаимодействия. Представление взаимодействия. Потому что мы переходим в то, что называется представление взаимодействия. Interaction in picture. То есть, мы переписываем гаминтонианы таким образом. То есть, мы искусственно взаимодействия взаимодействия взаимодействия. На что эти возмущения? И, соответственно, состояние тоже переписано. Вот это мы называем фито. А это мы называем ашфито. Ну, и асколовой интеракшн. В чем, в общем-то, здесь не обязательно ашфито. Вообще говоря, здесь, можно сказать, не более рад. Из моего времени называть афито. Возмущение в экспоненты не входит, потому что он умовывает. Возмущение в экспоненты не входит, потому что мы хотим его в экспоненты не вставлять. Именно поэтому оно не входит в возмущение. Теперь мы можем вот эту штуку, собственно, выразить вот эти штуки через эти. И давайте посмотрим на эволюционное уравнение, особенно иначе. И поставим вот сюда, вот эти штуки, выраженную через эти. Ну, и гомендеринально, соответственно, перепишем вот таким образом. Тогда у нас получается следующая. Здесь у нас будет d, e, i, 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 i. На фито. Вот эти, минус i, 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 i. на ФИИТА. Это ушло отсюда. Соответственно, если мы теперь вот это по времени продифференцировали, то что у нас останется? Давайте, наверное, перепишем еще. Здесь пока оставим страйк оператора. Да, и сразу запьем возвращение. Теперь мы можем просто умножить. Ну, h0 у нас от времени не зависит. И, соответственно, если мы вот здесь по времени продифференцировали, то мы получим i на минус i h0, это производный экспонент. Есть и минус i h0, это фИИТА и плюс производная фИИТА. Ну, а здесь, соответственно, остается h0 плюсок на вот такой вот экспонент. Мы не учим. Мы на фоне начали доставлять уравнение. Значит, на этом уравнении аж у нас в момент выявления. Аж и ты? Аж и ты, как взялся в старой. В общем, в каком выставке мы взяли эту науну. Ну, да, у нас. Да, вот это уравнение. Уже, в ингерции, в инстрии от времени, то есть, тоже не зависит. Ну и теперь необратно, можно в виде выбрать эту идею. Что? Ну и что такое? Это начальное или наоборот? И это где? Вот это? Это вот это. Это вверх представления взаимодействия, откорректированный на фазу и вне взаимодействующего поля. И на и на минус единица. Единица. Вот эта штука сокращается с этой штукой. Вот эта экспонент сокращается с этой экспонентой. И мы остаемся как раз с той же стороны. То есть итогового уравнения, которое у нас получилось, это И, ДФИ, представление взаимодействия ОВД, равно В на ФИ, представление взаимодействия. То есть смотрите, что у нас получилось. Операторы свободных полей, операторы эволюции свободных полей не знаем, это просто экспоненты констант. То есть мы знаем, как эволюционировать свободные поля. И мы полностью исключили эволюцию свободных полей из уравнения и остались только с возмущением. То есть вот это наше новое уравнение, которое мы должны решить, чтобы найти то, как работают взаимодействующие поля. То есть если бы у нас вот этого члена не было В, то у нас бы получился здесь 0. Это означает ровно то, что в представлении Гайзенберга, у нас в этом случае взаимодействие превращается в представление Гайзенберга, вектора не меняются, чего мы, собственно, ожидали. Ну или матрица в толпе. Ну и теперь мы можем это уравнение решить. Почему равна решаемая? Используешь валент, а это не минус и в? Минус и в. В. Например, В. В. Это может зависеть от времени. Ага, может. Это нужно через фуре я считаю. Почему через фуре? Ну вот так просто не интегрируется. Есть степень интеграл. Ну и интеграл писательный. А теперь объясните, почему это неправильно. С. Плюс С. Плюс С. Там автономный ДП. Там есть уже С. На столкнуться. Ну давайте даже просят. Ну что же? Вот это посмотрите. В общем-то, он почти сейчас не справился, а здесь на φ-начальном, естественно. Давайте это заменим на матрицы вируса, на анализованные аппаратры. То есть, мы говорим, что φ-файл равно u от t1, t0 на φ-у. Тогда у нас это уравнение просто превращается в уравнение на аппарат. Ну и, соответственно, здесь так просто, понятно, так и не нужно нажать еще на ручку. Ну и понятно, где у нас тут носится, находится сказка. Да, да. Еще здесь носу. Что у меня есть? Почему это не правильно? Ну, это, во-первых, частная производная батарея полная. Как-то, ну и как-то решение там. Да, да, да. У нас там вещат. У нас тут приходит другое представление, да и не меняется случайно? Нет. Мы вообще зафиксировали таймслайз. Видишь, мы заплатили огромную цену и решили слоен саму реальность. И теперь у нас есть четкое направление времени. Значит, ответ на тривиальный. Не в уравнении. Не решишься. Проблема в том, что это, вообще говоря, работало бы, если бы вот эти штуки были функциями, числозначными. Поскольку они имеют значение не в виде чисел, а в виде элементов алгебры, как доработали, у нас вот здесь, вот, наверняка, проблема с порядком следований элементов. И настоящий ответ, корректный, будет... Я сейчас не буду, наверное, упратить время, чтобы полностью объяснить, что это значит. Но... Что это? Что это? Но, попытаюсь объяснить хотя бы на пальцах. Т – это оператор упорядочивания по времени. Вообще, вот эта штука называется формула Дайсона. Немного он взял. Букву Т добавила все. Это называется формулой Дайсона. Угадайте, кто это придумал. Дайсона. Я применил Дирак. И поскольку Квист. Вот. Но Дайсона сделал очень большую работу. В плане того, что... Зачем эта формула нужна? Это было немного. На самом деле, вот это, в принципе, решение любой задачи квантовой теории P. То есть, все, можно дальше расслабляться и ничего не делать. Даже если возмущение P не малое, мы пока нигде его молчим. Благодаря, если P сильное взаимодействие, то все равно формула Дайсона все проблемы решает. Кроме того, что непонятно, как вот эту штуку посчитать. Мы можем формально наслаждаться в том, чтобы мы получили решение, но фактически у нас с этим серьезная проблема. Так вот, что такое T? T — это оператор упорядочивания по времени. Это не оператор ЦСТАР алгебры, это некая форма. То есть, мы кормим в T некий элемент из алгебры A, и она нам дает некий элемент H3. При этом, работая там вот так, немножко хитро. Если A — это произведение двух операторов, то есть X находится в световом бонусе Y, и мы там можем строго говорить что позже, а что раньше, внутри светового бонуса. И если X позже, чем Y, то оно ничего не делало. Если X был раньше, чем Y, то оно упорядочило эту штуку таким образом. На самом деле, это не очень хорошее строгое определение, по плане... Запиши учетку. Если X позже, чем Y, то мы имеем вот эту штуку. Если X раньше, чем Y, то она переставляет. В принципе, не очень сходу понятно, что это значит, потому что... Если у нас здесь есть некие просто операторы общие, ну просто какие-то операторы, то непонятно, что значит фраза оператор задан в момент времени H3. Но ввиду того, что мы всегда будем упорядочивать по времени вот эти полевые операторы, а для FI, то есть FI всегда зависит от какой-то точки пространства времени, и для FI очень легко понять, что, собственно, это правильный таймординг делает. Но если, как в нашем случае, мы применяем оператор таймординг экспоненты от интеграма, соответственно, что тут можно упорядочить? Собственно, мы с этим пользуемся. Вот эту экспоненту, если FI, то можно сложить вариант. А если нет? Если нет, то я вначале говорил, что у нас, в принципе, есть очень ограниченное понимание таких теорий, когда нет. Да, и там ты можешь упорядочивать по времени. Мы сейчас вот к теореме как раз перейдем, и там сразу понятно, что мы эти интегралы будем еще в степени брать. А вот с чем? Да, вот из-за того, что у нас эта теория интегралов находится в степени, там нам нужен как раз таймординг. Понятно. А что такое вообще 0 или е, где x и y? И что такое x и y? Ну, мы фиксируем некий фрейм. То есть, опять же, если x находится в световом конусе y, то вот эти утверждения становятся абсолютными. Если x находится вне светового конуса y, то это временная компонент. Если x находится вне светового конуса y, то эти утверждения относительно. Мы можем ускоряться, и тогда одно событие будет то позже другого, то раньше другого. В этом случае актератор упорядочивания по времени не очень определён. Давайте для определённости считать, что он ничего не делает в этом случае. Но если x и y причиной связаны, находятся в одном, в пределах одного светового конуса, то вот это всё очень хорошо определено. То есть, если вот у нас событие точка x и точка y находится вот здесь, то мы имеем вот этот случай, а если точка y находится вот здесь, то мы имеем вот этот случай. Ну и теперь, вообщем-то, вооружившись этим знанием, очень легко доказать формулу Дасона. Будем доказывать формулу Дасона? Давайте докажем. Просто нам нужно вот это поставить туда просто или всё. То есть, что мы делаем? Нам нужно это дифференцировать по времени. Когда мы вот это дифференцировать по времени, у нас здесь внутри порядок следует... В общем, что делает... Да, измножим философию сначала. Что делает, собственно, актератор Time Ordering? Он делает всё внутри себя коннотативным. Потому что неважно, как они там стоят, всё равно после того, как их упорядочат по времени, они будут стоять определённым образом. То есть, в этом смысле, t от φx, φy равен t от φy, φx. Ну, и φx выглядит так, как будто они их мутируют. Это же одна из проблем с другим оператором. Поэтому, под этим знакомом Тайверберинга, мы можем вот это что-то воспринимать, как некого коммутативного алгебра. То есть, все АВ мы можем воспринимать так, как будто они лежат некой коммутативной алгебре. Тогда, если они лежат коммутативной алгебре, мы их можем друг через друга проносить. И тогда референсирование по времени становится элементарным. То есть, мы просто делаем то, что мы ожидали. У нас вылезает отсюда V. Ну, то есть, у нас остаётся операторопорядочение по времени. Дальше у нас здесь остаётся U. И здесь у нас остается, собственно, V. Ну, и вы видите, что левая и правая часть равны. Ну, почему V, то есть, почему мы можем стереть T? T мы можем стереть, потому что вот это V задано в самый ранний момент времени. То есть, оно должно стоять как раз вот с этого конца. Ну, и всё. Вот, собственно, всё доказательство. Теперь мы можем взять вот эту V, какую-то конкретную форму. Например, G в четвёртую. И разложить экспонентом V. Пусть у нас U. В этом случае равна единице. Здесь плюс. Минус G в интеграу от V в четвёртую X. Пространство во время движения. Одноразмерность мы имеем из уравнения Dacin. Там интеграу по времени стоял. Плюс члены высшего палинка. Плюс члены высшего палинка. Давайте посмотрим на какую-нибудь... На какие-нибудь члены, которые у нас там возникают, на каком-нибудь простой случае. Да, и давайте ещё на вторую палинку посмотрим. Там как раз... Здесь вот у нас проблем с таймондом не возникает, потому что здесь умножаются операторы только в первой степени. Во второй степени у нас возникнет проблема с порядочными минутами по времени. Давайте попробуем достаточно второго порядка. Здесь будет минусы и квадрат и пола. А здесь уже будет произведение двух антекралов. То есть это будет G в квадрат и его заранее минусы на V в четвёртый. И давайте уже разводим эту палинку от T0. То есть здесь у нас будет ещё палинка упорядоченная по времени. Фи четвёртый дата 1 на T1. И здесь будет Фи четвёртый на дата 2. И нам вот эти штуки нужно как-то упорядочить по времени. То есть понятно, что если мы здесь интегрируем кусок, который позже, куска, который мы интегрируем здесь, то они должны стоять в одном порядке. Если мы интегрируем кусок здесь позже, чем кусок, который здесь, то они должны стоять в другом порядке. Поэтому на самом деле вот это произведение двух антекралов развалится в сумму. То есть нам сначала нужно... То есть мы интегрируем, во-первых, участки, когда первый антекрал раньше, чем второй, а во-вторых, участки, когда первый антекрал позже, чем второй. Давайте даже не пью четвертый, а здесь просто размещение. Время — одно. Как это будет выглядеть? Мы сначала, если мы попытаемся выкладывать чуть по времени, то у нас вот эта штука развивается в модели. Первая штука — это оттеной до t' до t' до t' на v. Вторая штука позже или раньше? Этот мы интеглируем до этого. То есть первая штука должна быть раньше или позже? Да, первая штука может быть раньше, а вторая — позже. Точнее, наоборот, первая штука должна быть позже, а вторая — раньше. Ну, вообще, это вопрос конвенции, но конвенции, кажется, лучше создать, иначе потом можно наткнуться на проблемы. Но конвенциально первый должен стоять позже, а второй — раньше. То есть самый поздний должен стоять в начале, самый ранний должен стоять в конце. Соответственно, в данном случае мы имеем следующее. у нас вот этот кусок гарантируем раньше, чем вот этот кусок. То есть здесь у нас будет стоять возмущение от t' до 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 t' . Ну, с внутренним интеграут, нуля до T' и мы не поинтегрировали еще один кусок, второй, T' до T. Но после того, как мы доинтегрируем до T', у нас порядок операций здесь переставится. Здесь будет еще интеграут от T' до T' с обратным порядком и так далее. То есть, чем больше порядок теории возмущения, тем больше этих интеграут будет, то есть их число будет расти и расти и расти. Вот. Как это можно применять? Чтобы это применять на каком-то конкретном случае, давайте как раз рассмотрим, например, взаимодействие двуцикариатных полей с членом взаимодействия и расти вида G, интеграут, G, Psi, со звездой висителей. Волконжан начальный я вначале не описывал, но он не очень интересен, это просто некие волны. Вот. И давайте попытаемся посмотреть, как у нас будут работать поля в данном случае. Для этого нам нужно вспомнить, что вот эти операторы в себе несут. Фи, если мы вспомним, это фрие преобразование суммы операторов рождения и уничтожения. то есть это а крест на одну экспоненту плюс а на другую экспоненту. То есть оператор Фи действуя напором, способным рождать частицы, которые мы называем изломами, и ангелировать частицы, которые мы называем изломами. Оператор Пси является преобразованием операторов комплексного скалярного поля, но поскольку там есть частичные операторы и античастичные операторы, нам нужно управлять полностью. То есть Фи у нас способен рождать, уничтожать и античастицы и рождать античастицы. Соответственно, его сопряжение делает все наоборот. Это нам сейчас понадобится, тогда мы попытаемся посмотреть, как у нас работают члены в сумме. Теперь давайте рассмотрим такую задачу. Скажем, изначально у нас конфигурация поля была такова, что в поле существовал один мизон скалярный. И мы хотим почитать амплитуду его распадок. То есть начальное округлое состояние у нас выглядит вот так. Крест с каким-то импульсом на вакуум. Конечное состояние у нас выглядит вот так вот. Крест с крестом. То есть у нас есть барьеронный антиболион на вакууме. Ну, в принципе, конечно, мы еще забыли про нормировки. То есть здесь нужно нормировать. Здесь нужно нормировать. Но опять же, нормировки это не очень важная вещь. То есть это важно, когда мы пытаемся амплитуду получить вероятность. Но это не важно в том смысле, что, вообще говоря, амплитуды это, как мы, давно установили на самом деле не вектора, а в общем. Давайте теперь попробуем подставить это все в форму DAS и понять, что мы там сможем увидеть. Давайте посмотрим сначала на первый вариант. В первом порядке, который мы установили, у нас есть члены Балентиняна, которые нас интересуют. Это психиатр и психиатр. И мы действуем на это состояние. То есть, когда мы поставим это все в форму DAS, у нас получится U, равное 1, минус вот эту штуку. Нажали на конструкцию, психиатр и психиатр и психиатр. Ну и плюс члены высшего порядка. И нас интересует амплитуда рассеяния. То есть нас интересует OUT на U на IN. И у нас вот такой. Теперь... О, естественно, не так ровно. Если мы FI подействуем на вот такую штуку, то что у нас произойдет? У нас FI, как мы установили, в некотором смысле пропорциональный сумме, окрест и A. Если мы подействуем на это состояние каким-либо, то у нас будет два мизона в итоге в состоянии. Но в OUT состоянии у нас нет ни одного мизона. Вот эти два оператора ни убрать, ни добавить мизонов не могут, поскольку они от A вообще никаким образом не зависят. Поэтому вот кусок FI, который с окрест, не дает никакого вклада. Потому что он делает два мизона, а у нас в конечном состоянии ноль мизонов. И перекрытие этих состояний нулевое. Поэтому нас интересует только член спад. Это понятно? Ну, в принципе, да. Логично, что если нет... У нас фоковский базис, в фоковском базисе, это базис состояний с определенным числом частиц. То есть очевидно, что если у нас есть определенное число частиц в количестве 2, то оно никаким образом не может быть спроецировано с ненужной проекцией на состояние, в котором частица ноль. Вот поэтому эта штука теряется. И мы остаемся исключительно с A. Но теперь A, когда он действует на поле... Давайте я вам запишем. То есть чему равен кривой оператор вообще? Это интеграл под картовой нормировки. Д3x на 2 кубер на единицу на 2 кубер на единицу на 2 кубер на 3 кубер на экспоненту под... ... ... ... ... ... ИКХ на А плюс ИКХ на А-крест. А крест, как мы разобрались, нас не интересует, поэтому вот эта штука, спроецированная на 1-состояние, превращается в следующее. То есть это G на интеграл от Фи-крест Фи на интеграл вот этот ДК на 2Пи кубе на вот это состояние. Соответственно, здесь у нас в числителе стоит 2ЕМП отсюда, здесь стоит 2ЕМК отсюда, минус ИКХ. Здесь стоит АК, АП крест на вакуум. АП крест на вакуум это интеграл состояние, АК это допуск из атеропрофии. АП крест на вакуум. Как, чему реально интеграл? АП крест на вакуум. АП крест на вакуум. АП крест на вакуум. На набировочные константы. Вот на эти. На, собственно, Дальту. Ну, и на int-ground, естественно, после того, как мы это все проинтегрировали, у нас здесь остается постбоконное состояние на набор констант. Вот. А, и еще Rpx. Ну, и дальше мы можем сделать то же самое с Psi и Psi-Krest. И в итоге, если мы... Ну, то есть здесь логика абсолютно та же самая. У нас часть констант выбросится, а часть превратится в экспоненты. И теперь, если мы доинтегрируем до конца, то мы увидим, что у нас тут будет некий нормировочный фактор, состоящий вот из таких корней и константов взаимодействия. И дельта-функция. Дельта-функция будет вот такого рода. То есть это будет дельта от K1-K2 минус P. Ну, и тут будут еще корни из энергии всех. То есть будет энергия P, а будет энергия K1-K1. То есть... или нет. Энергии сокращаются. У нас же здесь, когда мы проектировали, E-карта с E-картом сократилась. Поэтому, в итоге, у нас будет G, она, эта функция. Ну, и, возможно, у нас P не сокращается. У нас будут такие факторы. И партия какой-то степени. Это не важно. Это просто нормирование. Вот, собственно, нерапрактический результат, который мы получили. В первом порядке теории возмущения мы видим, что у нас амплитуда рассеяния, это единица, минус дельта-функция, умноженная на какой-то нормировочный умножитель. Эта дельта-функция говорит нам о том, что импульс сохраняется. То есть, вот это импульс out-состояния, это импульс in-состояния. Если у нас импульс out-состояния неравен импульсу in-состояния, то амплитуду рассеяния у нас 0. Если импульс равен, то амплитуда рассеяния какая-то, деляем от этих нормировочных умножителей ниже. Ну и последнее, то есть, как видите, мы здесь махали руками и говорили про то, как мы операторами действуем на другие операторы, и некоторые из них исчезают, а некоторые превращаются в экспоненты и проталкиваются. Вот точный, простой способ это делать называется теорема Гика. То есть, нам, на самом деле, сегодня осталось быстро говорить о двух вещах. Это теорема Гика и Фенинговские пропагаторы. И немножко о фенинговских диаграммах, как производится теорема Гика Савельс. И так, значит, мы хотим сделать следующее. У нас есть некая цепочка операторов рождения и уничтожения, по которой у нас всегда раскладываются полевые операторы. И мы хотим посчитать, чему равно временного порядочивания этих операторов. Что мы можем сделать для этого? Ну, давайте подойдём к этому, таким образом. Давайте опять перепишем. Фи в таком виде. Фи Плюс это как раз. Фи Хест это та штука, на самом деле это Фи Плюс. Это та штука, которая была с оператором рождения. И Фи Минус это была та штука, которая была с оператором уничтожения. На самом деле это очень плохая аннотация. В ней утверждается, что в ней виноват Пауле. То есть вот плюсик и минусик здесь они, в общем-то, ничего не значат. И давайте теперь попробуем выяснить, чему одно временного порядочивание полевых операторов ускорений в вещественном точке икса и вещественном точке икса. Пересчитав их таким образом. Это Фи Плюс в точке икс плюс или минус в точке икс на Фи Плюс в точке икс плюс или минус в точке икс. А дальше мы раскрываем скобки и делаем то, что мы называем нормальным порядком. То есть вот у нас был порядочный по времени порядок. Давайте введем еще другой порядок, который мы назовем нормальным. Нормальный порядок – это когда мы все операторы уничтожения, аннигиляции переносим вправо, а все операторы упражнения – влево. Таким образом, что у нас получится? У нас будет член Фи от Х плюс Фи. Фи крест от Х. Давайте сначала какой-нибудь порядок времени зафиксируем. Давайте положим сначала, что Х позже, чем уник. Вот это будет зависеть порядок. Здесь мы берем вот такую штуку и плюс вот такую штуку с минусами и плюс два кросс-члена. Но кросс-члена мы хотим нормально упорядочить. Мы хотим, чтобы Фи всегда стояла перед Фи плюсом. Соответственно, у нас будет два члена. это Фи минус от Х на Фи плюс от Х плюс фи минус от Х плюс еще что-то, что нам нужно сюда добавить, чтобы у нас получилась правильная форма. Ну, смотрите, мы вот здесь, когда мы нажали Фи минус на Фи плюс от Х, поменяли порядок. То есть мы хотим Фи минус вытащить влево, но оно должно стоять справа. Да, мы должны добавить коммутатор. Все понятно? Мы должны добавить коммутатор Фи плюс под У минус под Х. Правильно? Я помню. Нет, я помню. Так, мы же применяем. Да, да, да. Мы его применили. Вот тут же здесь уже нет оператора упорядочивания. Ну, он ничего не сделал, поскольку у нас Х следует перед У. Мы рассмотрим два случая. Такой и обратный. То есть, в чем утверждение? Применим оператора упорядочивания вот этой штуки, равно, вот таким образом я буду обозначать нормальный упорядок. Плюс коммутатор. Плюс коммутатор. Вот в этом случае. Коммутатор мы в данном случае будем называть ретагропропагатором. Сейчас я объясню, почему. Фактически он выполняет роль некой функции грина. Ретардалд – это не умственно осталось. Это значит, что он в некотором смысле относится к проходящим событиям. Если мы теперь перевернем Х-ною и Х-ною местами, то мы увидим, что нам здесь придется переставить скобки местами. И коммутатор здесь будет другой. С точностью до перестановки. И другой коммутатор называется АДВАНСТ. АДВАНСТ пропагатор. АДВАНСТ. Вот. То есть у нас есть два случая. Для одного и для другого. Оказывается, что в этом случае АДВАНСТ пропагатор будет равен нулю. А в обратном случае ретардалд пропагатор будет равен нулю. Поэтому мы можем теперь вот это вот все переписать и записать то, что в том числе. Попорядочим мне по времени от ФИХ, ФИЙ равно нормальным порядком. ФИХ, ФИЙ плюс два пропагатора. Вот эта сумма вот этих двух пропагаторов называется пропагатором ФИХ. То есть пока бессодержательное утверждение, пока мы не знаем, что такое пропагатор ФИХ. Ну, то есть мы знаем, что это сумма двух коммутаторов, но кроме этого мы ничего хрен его не знаем. Давайте вот это обозначать. То есть он выглядит как коммутатор, но на самом деле это функция Адрина. Давайте представим себе, что у нас есть некая невзаимодействующая теория, и мы хотим решить следующую задачу. Если мы в точке x создали частицу, то какая вероятность того, что мы ее обнаружим в точке y? Эта величина будет равна вот этому, то есть вот этот оператор ее создает, этот оператор ее уничтожает, в итоге аутсостояние у нас, то есть вот это операторское состояние, мы его трансформируем, оно становится таким же. Вопрос, чему равна эта величина? Эта величина оказывается равной как раз вот этому пропагатору. То есть все помнят, что такое функция приняла вообще? У нас есть линейное уравнение, и мы хотим узнать следующую информацию, если у нас в начале было какое-то элементарное воздействие, единичное, то теперь, если мы подождем некоторое время, как у нас будет решение. Вот эта называется функция Грена, и вот это был как раз пример функции Грена. Еще ее называют, то есть еще такие вот штуки называют коллекционными функциями в квантовой теории Коля. Нас интересует функция, то есть нас интересует, что назывался двухточечной тренировкой функцией, потому что здесь две точки, это как раз функция Грена. Но, опять же, на самом деле не со всями. Так мы должны упорядочить эти штуки во времени. Потому что если мы не упорядочим эти штуки во времени и сейчас попробуем посчитать эту величину, то мы увидим, что у нас вот эта величина вне светового конуса будет иметь нулевое значение. Очевидно, вне светового конуса эти величины не могут иметь нулевого значения, потому что они причинно не связаны. Мы не можем создать точку, мы не можем создать частицу и померить ее на расстоянии, найти ее на расстоянии дальше, чем мы могли бы успеть. То есть в причинных связанных точках эти штуки не должны быть нулевыми. Вот, ну давайте быстро попробуем этот пропадрат посчитать. Гол, в принципе, то есть он считается очень простым. Мы действуем этими функциями. Опять же, естественно, соображение, что у нас на вакууме действует только окрест, вот отсюда. А отсюда у нас будет действовать только А, потому что окрест, еще одно окрест, это пубочасточное состояние. И интегрируем ко всему объему. Здесь у нас будут две экспоненты. Ну, точнее, здесь у нас будет экспоненты от E, P, P1, X, плюс и P, минус. У нас один оператор с крестом, P2, Y, и, собственно, здесь это состояние. И нормировка. Нормировка. Нормировка у нас будет 1 на корень из 4, E от одного инкурса, E от другого инкурса. Ну, и 2P еще будет, в 6-й степени, наверное, нельзя. Здесь мы интегрируем только пространство. Вообще, мы это в лично можем переписать таким образом. Мы можем записать, где P это 4 инкурса, а n это, соответственно, просто масса. Ну, просто можно показать, что интегрировка у нас здесь, как мы видим. То есть интегрировка всему инкурсовому инфраструктуру. И теперь, если мы пытаемся проинтегрировать, обратите внимание, что здесь мы интегрировали исключительно на массовые оболочки. То есть там, где у нас закон сохранения энергии выполняется. Здесь мы интегрировали по всему инкурсовому пространству. Поэтому у нас мы при интегрировании в качественные проблемы. У нас здесь есть два полюса. То есть у нас здесь есть P минус, P плюс. И через эти точки мы просто так пройти не можем. Соответственно, чтобы... Давайте, во-первых, объемом равном 2. Давайте интегрировать по P0, по энергии, и по P3. Ну, то есть P4 мы можем сначала поинтегрировать по планетам, а потом по P3. Тогда P квадрат минус диам квадрат превращается во штаб. P0 квадрат минус EP квадрат. Где EP – это полная массовая энергия. Чувствуется 3 импульсом P. То есть у нас интеграл разваливается на два. Один по энергии, другой по 3 импульсам. Здесь у нас будет стоять P0 квадрат минус EP квадрат. Допустим, на экспоненту E Px минус E. Рассматриваем по каждому вот эту часть. с P0. Допустим, вот этот ось P0. Мы видим, что у нас есть два полюса. Один при отрицательной энергии, и второй при положительной энергии. Давайте, чтобы этот интеграл оценить, выйдем немножко комплексную плоскость, и проинтегрируем по вот такому контуру. Это эквивалентно тому, что мы добавим сюда еще немножко Epsilon. Это наклонник полюса, и мы проверим эмоции полюсов. Кто помнит тебя об овощетах? Что-то вроде... 4P на основном овощетах. Да, и 4P. Гравлой аморфной функции, которая имеет конечное количество плюсов и по некоторым замкнутым контурам, равен минус 2P, причем, по-моему, в этом направлении, я, честно говоря, не помню. Минус 2P на сумму вычета. Кто помнит, что такое вычет? А еще? Ну, то есть, тогда бы этот арем был бесполезен. Ну, как-то зачисляется. А, зачисляется просто... Коэффициент, да. Коэффициент, ну, коэффициент минус первой степени, для дела равен. У нас, если мы теперь пройдем по такому контуру, нам его нужно как-то замкнуть. Ну, давайте его замкнем очень далеко. То есть, у нас... ну, длина прямо пропорционально радиус. А величина на этом контуре, которого мы интегрируем, обратно пропорционально P2. Поэтому, чем больше этот контур, тем меньше значение он вкладывает в полный интеграл. Если мы теперь рассмотрим собственную интегралку, которая в этот контур бесконечна, интегралку этому контуру будет равен 0. Все классно? Поскольку у нас... По крайней мере, нам нужно по-часовой стрелке, мы можем это знамо потерять. Я уже не хочу про это судить. То есть, у нас вот этот феминовский пропагатор плюс вот этот контур равен сумме вычетов. Контур равен 0, соответственно, этот феминовский пропагатор равен просто сумме вычетов. Какие у нас вычеты? Если мы разобьем... У нас тут только один вычет. Да, у нас в контуре один вычет. То есть, мы вот этот вот обошли мимо. Соответственно, мы проходим только по этому вычетам. То есть, вот только по этой сингулярности. И вычет в этой сингулярности это по 0 минус 2. Ну, то есть, вот это коэффициент, а это, собственно, само то, как штука стремится. Вот. В итоге, полный пропагатор, который мы можем записать, у нас... То есть, мы, на самом деле, не все посчитали. Мы посчитали интеграл только по пространству. Ну, только по времени. По пространству интеграл мы считать не будем, но, поскольку он уже не выражается в элементарных функциях, то мы можем пользоваться... Такой вот пропагатор. Да. Финтонского пропагатора. Кстати, если мы эти сингулярности обойдем так, и посчитаем значения это, мы получим и там, и пропагатор, а если мы обойдем их вот так, мы получим адвансный пропагатор. В общем, надо доказать, что мы можем выходить, и ничего времени не менять. То есть... Ну, почему он отдаляться от дезинктивной оси? Почему нет? Всегда так гемография. Филка. Можно сказать, что это движение звучит так. Итак, значит, у нас остается... интеграция по импульсам. Тут должно быть 2π в четвертом, если точно за константами следить. Здесь будет 2π из теоремы кавычатых на i, которая у нас изначально была в интеграции, на минус 2 e p, у нас, собственно, ищется. И здесь будет еще и экспонент. Вот, точнее, здесь будет еще i на экспонент. Ну, x0 и y0 — это время. а x, y — это просто пространственный вектор. Ну, я разбил заодно на две части, но временной и пространственной. Вот. Собственно, в итоге феноменовский пропагатор, который мы посчитали, будет... то есть здесь на самом деле нечем делать осталось печь, вот это i, убираться с этим минусом, эти 2p остается, вот эти 2p зачеркиваются. То есть вот итоговая форма для высоты иночной дельты. а это как раз та дельта, которая стоит вот здесь. Физический смысл этой дельты, мы, там, в середине ее увидели, это, собственно, вероятность наружу частицы в какой-то другой точке, просто так как мы ее поставили в какую-то обмудочку. Вот. Теперь собственно теоретика. Вот это очень частный, простой случай в теоретике. Нас интересует гораздо более общий теоретий случай, когда здесь появилась цепочка оператора. То есть у нас здесь есть Fi1, Fi2, Fi3, это даже Fi2 нас интересует обычно только чёртное число, чёртное количество оператора. Теорема Викова утверждает, что это равно нормальному порядку от вот этой цепочки. Плюс то, что называется contraction, я, ну, то есть это как бы сжатие, но я не уверен, что это слово сжатие это совместно. Как по-русски называется, когда мы берем на члены и их схлопывая члены? Ну да, схлопываем на то, что называется. То есть вот пропагатор, в данном случае, это схлопывание x и y. То есть мы схлопываем два оператора, когда заменяем их на фианинский пропагатор. Вот. Здесь будет сумма разнообразных схлопываний. То есть, точнее, здесь будет сумма таких штук. Нормальный порядок на схлопнутое оператора. То есть вот, например, мы выбираем вот эти два фи, – нормального порядочка, а она ее схлопывала, – изменяем их на фианинский пропагатор. –etter. –Потом мы выбираем вот эти два – вот эти все нормального порядоч prima, и вот эти схлопывала. – То есть в этой сумме будет вот такая штука. Плюс второе – сумму, где мы схлопывали уже по 2 оператора, ну, в смысле, под expand para. То есть мы выбираем только 2 каких то и еще 2 каких то, схлопывая, а остальное нормального порядочка была. Плюс и так далее, пока у нас не останется последняя цепочка пропаганды, в которой будут идем наши основные пропаганды. Вот это утверждение называется теоремой ликой. Понятно, что это значит, можно как-нибудь показать? Лучше пример. Ну, с четырьмя операторами, может, не очень много. Нет, ну это понятно, если я как-то аналитически писать, я не могу. Давайте рассмотрим вот такую конструкцию. ФИАТА на 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 ФИАТА. Плюс, короче, здесь будет Дельта от А-Б, то есть вот эти два схлопнутых. Нормальный порядок ФИ от С, ФИ от D. Плюс Дельта от вот этих двух схлопнутых, A-С, нормальный порядок ФИ от B, ФИ от D. Да, можно на нормальном порядке. Вообще говоря, пропагатор в конце стоит. Плюс нормально. Ну да, давайте лучше в конце. Здесь будет φ от b, φ от c на пропагатор от a-d. И плюс еще один член, это нормальный порядок φ от c. А от c. Мы переехали смотрим все время. Да, только паром. Паром, паром. Мы смотрим все паром. Упорядоченные или неупорядоченные. Неупорядоченные мы их упорядочиваем нормально. То есть вот здесь у нас нормальный оператор и нормальный непорядоченный. Вот. И плюс последний член, состоящий из двух пропагаторов. Ну, на самом деле, не членов несколько будет с переслоновкой перемноженных. Ну, и, собственно, вот теорема Вика и формула Асана. Ну, смотри, последний еще раз. Там будет 4, то есть сумма четырем пропагаторов. В чем-то еще плюс-плюс добавим. Вот здесь? Да. Здесь будет пропагатор от А до В и от С до Д. Будет пропагатор от... Давайте запишем все. Здесь будет Δ от А минус В. Дельта от С минус Д. Плюс Δ от А минус С. Ну, еще два таких же членов переслоновка. Вот. Вот это утверждение теоремы Вика. Она очень певрально доказывала вставать это качественное масло за место. Ну, то есть, случаи для двух операторов мы уже проделали. Дальше, собственно, оттуда начинается индукция. Она доказывается по индексу. Ну, и теперь, если мы посмотрим, что же нам сделала теорема Вика, то мы увидим следующее. Что мы вот эти члены, которые теорема Вика выплевывает, можем представить следующей новостью. Вот у нас есть формула Дарсона, которая является произведением сначала около одного набора полевых операторов, такого же набора для себя, плюс тройного набора, то есть это порядки теоремы с мужчиной. И каждый из вот этих наборов состоит из набора членов, который она дает теорему Вика. То есть, первый член — это просто нормальная упорядоченная пара, второй член — это нормальная упорядоченная пара, которая нужна на один пропагатор, третий — на два пропагатора и так далее. Каждому из них соответствует некая диаграмма. Она называется диаграммой Фенова. Собственно, она как раз и позволяет вот эти штуки посчитать. Ну, то есть здесь будут какие-то операторы рождения и уничтожения, и мы должны в соответствии поставить какие-то числа, ну или хотя бы интеграторы. Ну вот, мы это делаем в точности так же, как я вначале показывал, например, простого скалерного поля, юкаорского взаимодействия. Вот. Ну и правило следующее. То есть, если мы сейчас помедитируем над теоремой Вика, то мы придем к следующему выводу, что мы можем рисовать всякие вот такие вот штуки следующим образом. Мы берем набор в частицам YIN состояния. Вот, например. Теперь, в каждом порядке теории возмущений у нас, очевидно, будет есть два N-вершины. То есть, в первом порядке теории возмущений у нас были две вершины, в втором порядке теории возмущений у нас было четыре вершины и так далее. Мы дорисовываем сюда OUT-состояние. Ну, например, у нас были две частицы с какими-то входными импульсами, две частицы с какими-то выходными импульсами. В любом порядке теории возмущений у нас вершин нет. Это значит, что вот эта линия соединяется с этой линией и эта линия соединяется с этой линией. У нас нет точек, где с этой линией сходятся. Общение следует сразу то, что если у нас NIL-состояние и AL-состояние имеют разный набор частиц, то амплитуда нулевая, потому что мы не можем... Ну, в нулевом порядке теории измещения амплитуда нулевая, потому что мы не можем сравнить эти линии таким образом в первую шею. Дальше. Допустим, первую шею измещения, где у нас есть две вершины. Каждое вершине, собственно, это просто способ записи формулы Вика, что нам дает нормальный порядок. То есть он нам дает какие-то наборы. Для четырех операторов у нас на самом деле будут две диаграммы. Если мы посмотрим на формулы Вика, то мы увидим действительно, что там два члена, которые сильно отличаются друг от друга. Один будет соответствовать фактически вот этой диаграмме, другой будет соответствовать вот этой диаграмме. Теперь каждому вершинам оператора мы ставим в соответствии фактор, точнее каждой вершине диаграммы мы ставим в соответствии фактор прямо пропорциональной константе связи, которые нам дают до вершины, умноженные на данные функции входящих и выходящих имперсов. Каждой вот такой вот штуки, каждой внутренней диаграмме, обычной вот такой вот штука обозначаем, ставится в соответствии некий пропагатор фейненовский, со значениями моментов. Ну, со значениями вот этих имперсов. То есть вот этой штуки ставится в соответствии какой-то интегралу. Ну, мы даже говорили совершенно так. Вот этой штуки ставится в соответствии кусок пропагатора, который равен просто значению импульса в квадрате минус массы в квадрате. Вот. И теперь мы каждой линии формально ставим соответствии некий импульс внутренний. Ну, и наружный тоже соответствии. Теперь дальше. Техности диаграммы, которые разделены на принадлежские, у нас здесь был просто какой-то такой очень процесс, они перемножаются. То есть мы как раз записываем некое значение соответствующее одному разложению в теореме Вика. Ну, и все, собственно. Дальше мы просто перемножаем вот эти факторы и вот эти факторы и интегрируем во всем внутреннем импульсе. То есть если у нас здесь много линий, нам нужно будет переписать много внутренних импульсов, и получаем значение куска в разложении в теореме Вика. Соответственно, к нему мы прибавляем значение любого куска в теореме Вика. И так далее, и так далее. То есть если мы рассматриваем более высокий порядок теоретных возмущений, скажем, третий, то в третьем порядке теоретных возмущений у нас будет еще одно решение. И у нас количество членов в разложении Вика значительно больше, и, соответственно, диаграмма у нас будет значительно больше. То есть у нас будет... Опять же давайте рассматривать, какие у нас есть возможные процессы. Просто умерла кистичка. У нас четыре вершины. Например, у нас возможно вот такой процесс. Это не совсем правильно называть процессом, это просто диаграмма, которая описывает член в разложении. на валидную штуку. У нас четыре вершины. Третий порядок. Вот. Ну и плюс какие-то другие диаграммы. Там, поскольку у нас в десяти степени свободы гораздо больше, то и диаграмма будет гораздо дольше. мы можем поровно комбинировать. В итоге... Ну, например, еще какая-то экрана возможности. Например, такая. Или такая же, но где вот эта штука стоит горизонтально. Ну, то есть вот здесь четыре вершины. Раз, два, три, четыре. То есть вот эту штуку можно перевернуть все. У нас таких членов достаточно много. Но каждому из них с помощью правил Фейнова можно описать амплитуду и дальше все диаграммы просуммировать. Вот. Это дает просто такой тупой рецепт, который можно очень легко принимать для того, чтобы рассчитывать порядки измещений в квантовой теории программы. Вопросы есть? Ну, я, к сожалению, не успел сегодня затронуть систему интегралов. Как и вся. Вот, по-моему, я очень хочу читать, когда я биограмму Фейнова, там они выводились как раз из траекторий фазового пространства. Ну, в принципе, можно... Поэтому я считаю, что не похожи взаимодействующих в квантовых теориях. Я погуляю в весовой картинке. Смотрите, например, если у нас есть какая-нибудь теория о поле, в которой взаимодействия нет, то классическая теория о поле. То какой эволюции мы вообще можем ожидать сейчас? Ну, там же... Там будут просто плоские воли, да? Что это сейчас получается? Если у нас есть и взаимодействующая теория о поле, пусть, например, классичество. Что-то он предполагал, но, на самом деле, восприняется в картинке. Что такое дело или это? Это амплитуда поля. Что мы здесь делаем? Вообще, отбросится коля на микрофон, в центре поля на микрофон. Я думаю, что он уже 18-й. Которая почему-то сидит, ничего не делает. Вообще, коже, она не стихает. Почему же она сидит, ничего не делает? Какой здесь полгрыжал? Полгрыжал свободного скалярного поля. Это описи, описи. Какой? Какой? Чистый, действительно. То есть это действительно поля. Охотно. 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 Три полоски. Три полоски. Три полоски. А скалярный поля очень соответствует. Какой он будет хотя бы примерно? Скаляр в каждой точке пространства. Ну, на самом деле, не скаляр, а скаляр нацесторолога. В каждой точке пространства. Ну, а какая? То есть, не знаю. Ты же написал его в виде рисунок. Это в виде оператора уничтожения и... Три полоски. Вот эти картинки, которые я сейчас пытаюсь показать, они не квантовые, они чисто классические. Три полоски. Ну, вообще, визуализировать квантное поле, это довольно... не тривиальная эта празь. Что это за херня вообще? Почему он появился на столов всех реакций? Ну, потому что, видимо, разрознут монитор. Там у него почему-то... Уберем даже массу. Уберем. 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 Вот, вот эта граница, например, максимум будет здесь, ровно 150, потом мышцы немножко смещаем. Ну, мы просто немножко скрутили пространство, когда его соединили друг с другом. Вот, если дать этой симуляции немножко выполняться, то получается очень прикольный ковер в итоге. Я думаю, что это очень хороший инструмент для созерцания. Если сейчас добавить сюда неплоскую пространственную метрику, сделать пространство немножко искривленным, удачно сильно искривленным. В итоге ковер не получится, получится никак. Значит, это более остротная картина. Наверное, что у нас фронты уже не распространяются сферическим образом. Что же добавить? Мы добавили просто небольшое искривление в пространство. Ну, транзаптечи небольшие. А гравитация, да? Ну, это не гравитация, это внешняя гравитация. То есть это гравитация, которая извне пришла. Она не создается сферическим образом. Но видно, что никакого интересного поведения у скалярных полей, в принципе, у свободных полей нет. Ну, они просто эволюционируют и превращаются к КВ. Это если они на Толе. Если бы они были не на Толе, то они бы вообще просто были плоскими волнами и все. Ну, они не так плоские волнами, просто на Толе плоские волнами немножко интереснее. Вот, давайте немножко изменим полем. Давайте добавим сюда массовый чар. Это было вообще без массового поля. Вот после того, как мы добавили массовый чар. Вот это тахионное поле, мы его не хотим видеть. Вот. Нормальное поле. Ну, тут просто с автомаштабом, не знаю, что там большие проблемы. Я просто добавил сюда массу. То поле было без массы, оно распространялось со скоростью света. Видно, что вот это поле уже не распространяется со скоростью света. Оно с некой конечной скоростью распространяется. Ну, в классике, естественно, у нас все равно проблемы с причинностью возникают. Но видно, что возмущенные ползают с очень медленной скоростью. Теперь давайте посмотрим на FIF-4 модель. И вот FIF-4 модель уже очень интересно себя ведет. Вот это, собственно, уже взаимодействующая форма. И оно проявляет... Давайте немножко... Опять же, давайте, чтобы оно не генерировало регулярный ковер, Добравим немножко в холизну пространство. Вот сейчас, если мы дадим ему немножко поэволюционировать, мы увидим процесс, очень похожий на, например, хексовскую конденсацию, или конденсацию в БКШ-конденсате. Ну, любой помидель на критической точке. То есть вот это поле, оно немножко тахионное, около нулевого вакуумного среднего, поэтому оно всегда скатывается либо влево, либо вправо. То есть оно проявляет спонтанное нарушение смерти. Мы видим здесь области, в которых поле отмеряет положительное, то есть свалилось и положительное минимум энергии, и области, в которых тоже свалилось и отрицательное минимум энергии. И, естественно, у них есть некая поверхностная энергия. То есть у нас появился один дом, у нас появился другой дом. И из-за того, что у них есть поверхностная энергия, один дом, естественно, когда-нибудь победит другой, и у нас произойдет просто полная конденсация всего пространства. либо в черный, либо в белый, но здесь либо в черный, потому что если мы перезапустим симуляцию, то у нас метрика будет немножко другая внешняя, она рандомно представляется, и другая. Ну, то есть видно, что в принципе даже добавление очень простых членов в Угрен-Жану приводит к безумно сложному поведению. И надо понимать, что это классический случай, не клантовая. То есть в клантовом случае будут еще клантовые фруктуации, которые будут добавлять некие, некие свои мюансы. Смотрите, я на какой-то это смотрю. Нет, там уже не болят. То есть тут даже просто классические фруктуации. Смотрите, видите, беленькие петли. Игра в жизнь. Можно перезапустить, чтобы можно увидеть более интересное поведение. Здесь как-то черное очень быстрое поведение. А цветные книги картин, красные синие. Я думал сначала, чтобы сделать симуляцию из теории Юкавы. Но потом мне стало лень, и я ограничился скалярной теорией. Дима этот процессор уходит. Он просто плохо себя чувствует, когда он уходит. Не хватает только грыбок на айфон. Ну и опять же видно, что взаимодействие слабое. Потому что если мы приблизимся, то здесь внутри всякой фигни у нас распространяются сферические фронты. То есть это означает то, что вот эти члены взаимодействия, они не настолько сильны, чтобы собственно распространяющиеся состояния сильно деформировались. То есть они все еще выглядят как плоские фронты, и вот к ним применима теория возмещения. Ну вот здесь мы видим, что у нас как раз. Для этого случая я очень давно хотел пробиться, но у меня никак не пообщалось. У нас есть два домена примерно одинакового размера. Ну естественно, черный немножко больше. Но это не значит, что он в беде, потому что у них в принципе площадь поверхности одинаковая, что у черного, что у белого. Поэтому нет силы, которая двигала фронт в одну сторону или в другую. То есть один из них может схлопнуться просто из-за флуктуации. Ну и у белого больше шансов схлопнуться из-за флуктуации, потому что размер флуктуации, который нужен, чтобы его убрать, значит не меньше, чем размер флуктуации, который нужен, чтобы убрать. Это черное, но это ничего не значит. Ну да, вот все, судя по всему. В общем, это может быть достаточно устойчивой конфигурацией, и эволюция здесь может идти очень громко. Да, в конце концов, все же как-то верить, а? Сколько его это будет? Ну, вероятность этого события единицы. То есть это почти достоверное событие. Точно кто-то. Ну все. Теперь дальше уже поверхностная энергия. Все это делает. Ну вот это вот пример того, что в физике обычно называют спонтанным нарушением симметрии. То есть у нас белое от черного, на самом деле, ничем не отличается, но некие просто фруктуационное взаимодействие выбирают в начальный момент времени, побеждают черное и побеждают белое. Окей. Вопросы? Нет вопросов. Тогда предупреждение закончится.